привет всем сейчас мы будем жарить синенькие точнее баклажаны столбики так называемые режем синие колечками синие либо клаваны кто как называет правильно вообще баклажан порезали и 2 уже сезон начинается можно жарить кольцами можно жарить икрой следующий раз мы будем жарить икру смотрите и теперь нам нужно разложить их и посолить и оставить их нужно минут наверное так на 20 чтобы они пустили гореть свое может быть так как они молодые и не так уж и много по речи ну все равно это нужно делать я всегда делаю синими такую процедуру или посадила не оставила на 20 минут будем так говорить и так пришло время жарки я уже начала жарить мы посолили они постояли то даже больше 20 минут хорошо лежала водичка с них я слила ее и теперь вот до такого золотистого состояния мы их обжариваем и складываем на салфетку так как масло не очень много у меня масло здесь подсолнечная точнее не подсолнечная оливковая прошу прощения все 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 обжариваем все пожарим и покажу что будем делать дальше итак сейчас мы будем делать майонез заправку для салфетки на салфетки на глаз сколько вам нужно будет чистим чеснок чеснок я добавлю вот как раз нужно три зубочка вот два синеньких у нас и возьмем три зубочка чеснока чеснок молодой ароматный пахнет люблю запах чеснока еще даже очень вкусно просто его с черным хлебушком поесть и с помидором нашу фирменную сочный вообще перемешиваем будет хуже если нам не хватит предлагаю нарезать помидоры помидоры нарезаем кружочками вообще в идеале для такого хотя у нас синенький как бы не маленькие этот подойдет помидор ну сливки еще все зависит от размера вашего баклажана вот этот уже великого будем выкладывать остается делать если будет очень большой можно будет напополам порезать так что мы делаем мы берем колечки и выкладываем вот так сюда давайте вот так сделаем 4 еще один вот так 5 и мажем на них наш майонез когда они когда они к вечеру остынут в холодильнике это будет вообще говорю и выделяется слюна я думаю те которые люди смотрят видео у них тоже такое есть потом помидорчик 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 ну да большевастенький тут тут вообще будет большой очень так теперь опять номер чуть-чуть нужно на помидоры он сам по себе мокренький и теперь опять синий синий тире баклажан так майонез с черным хлебушком сразу когда готовите это блюдо предусмотрите чтобы у вас был черный хлеб какой-нибудь вкусный так теперь помидор так что же делать нам с помидорами да давайте наверное разрезать сливок еще нет сливки еще не сезон кстати поэтому что есть то получается и будет так сказать не будем сверху намазать на помидорчик будем так выкладывать такой один столбик скушали и все и ужин удался так сейчас большой да еще надо делать сейчас мы на тарелочке сделаем может прям сейчас кто-то съешь так так вряд ли нам еще по делам так сейчас я вот решила посчитать чтобы сделать прям как надо как надо майонезико хорошо что я добавила сейчас потом вилочкой друг с другом поскладываем так 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 у меня всегда остается когда я делаю такое блюдо так помидор так накрываем этот накрываем вот этот вот один есть что и помидора мало оказалось как видите так ну почти почти давайте сюда так и вот так вот они готовы наши красавчики этот можно просто скушать с хлебушком так сейчас мы это все сложим в холодильник и будем вечером пробовать вместе и вот так мы не помидор вот так и мы все все и Продолжение следует...